Начнем с карт, с черно-белых. Я еще раз вам покажу, что и как. Итак, здесь колода карт Норбековских. Они черно-белые, стандартные. Лежат в произвольном порядке. Я перемешаю. После закрытия глаз перемешаю еще раз. Глаза. Смотрите, платок плотный. Я под ним глаза закрываю. Вот, закрыла. И максимально зажимаю. Потом дам пояснение, зачем я это все делаю. Максимально зажимаю. Так, чтобы нигде не было ни дырочки, ни полдырочки, ничего. Мне надо, чтобы лежало пережатие ровно по глазам. Так. Вот наша колода карт. Настраиваемся. Уходим в себя. Черное. Белое. 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 Черное. Белое. Белое. Чтобы не путались. Белое. Черное. 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 Белое. 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 Черное. Черное. Белое. 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 Белая. 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 Чёрная. 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 Белая. 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 Черная, 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 белая, белая, contenido белая, 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 черная. Ну что, смотрим, что получилось. Ну, одна карта неправильная, в принципе, не стопроцентный результат, но... И пусть у нас, мы бросим кубики, и пусть у нас будут одинаковые карты, мы не знаем, какие. Они будут одинаковые, в этих колодках, под порядком номера лежать. Угу. Да? Это как бы так, нормально. Ну, на всякий случай попытаемся отвлечься. Давайте, например, слово «заду и наперёд» прочитаем «батька». Ак... А... Ать... Ак... Нет, Ак... Таб. Ак-таб. 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 Ну, хорошо. Итак, Наташа нужна, сюда, пальчиком. Так, пятнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцатая карта, как, должны быть одинаковые, рядом, по крайней мере. Раз. 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 Четыре. Десять. Десять. Семь. Десять. Девять. Десять. Дados... Здорово. Штарк. Штарк! 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 Двадцать! Штарк! Доброе утро, дорогие друзья! Штарк! И сегодня мы вернёмся к теме интуиции, И я дам пояснение по тем моментам, которые вы увидели до этого, по тем моментам, которые вот просто так человек впервые видящий может отнести к фокусам, либо же может отнести все это к интуитивным вещам и смешать все в одну кучу. Сегодня мы просто так калибровочно расставим, что есть что, для того, чтобы было понимание, в какой степь двигаться, если вам все эти вещи по саморазвитию интересны. Это действительно саморазвитие, потому что в данном случае речь идет о глубинных трансформациях человека. Понимаете, человек проявляет себя в жизни по-разному и находится в разных состояниях в каждый момент, здесь и сейчас. Зачастую мы, например, спешим на работу, думаем о шефе, как выполнить какие-то дела, нервничаем, торопимся, опаздываем или наоборот, разные ситуации. Мы включены в эту игру, у нас есть социальные роли, я там мать, я там отец, я там хорошая мать или плохая мать, и там куча ролей всплывает у человека. И вот понимаете, когда мы включены в игру, наша точка сборки, восприятие находится вне нашего тела, она находится снаружи. И когда она снаружи, говорить вот об этих психических способностях, которые вы видели, уже не приходится. Там нет интуиции во время включения в игру. В лучшем случае будут кратковременные включения, если будет угроза для жизни, для безопасности человека. Тогда его автоматически инстинкт самосохранения забрасывает в те состояния, где интуиция включается и начинает работать. Точка сборки у нас подвижна постоянно. И тогда человеку уже важно не общение с начальником, а выживание в аварийной ситуации. То есть психика так срабатывает, и срабатывает она быстро. И мы, как правило, это осознанно замедлить и ощутить, и прожить в полноте вот этот момент здесь и сейчас. Вот эти сработки мы не можем, отследить мы не можем. Я говорю в своем большинстве, потому что иногда вообще нормальный человек это должен уметь делать. Но так уж в нашем обществе принято, что мы отгородились от психических способностей. И изучением их занимаются далеко не все, и саморазвитием занимаются далеко не все. Итак, если вы включены в игру, то говорить о каких-то психических способностях уже не приходится. В игру мы включаемся достаточно быстро. И, например, в моей жизни был пример, когда девочку отправили к Рэнди, и она демонстрировала способности к ясновидению, что сделал Рэнди. То есть он не мог ничего другого предложить, как пропрессовать ее какое-то количество часов и эмоционально вывести из состояния равновесного. Она когда начала плакать и нервничать, соответственно, она включилась вот в эту игру, в давление, в упреки в том, что она мошенница. И она уже демонстрировать ничего не могла. То есть любого экстрасенса можно вывести включением в игру, в наружную, и все. И он свои способности показать не сможет. И в то же самое время это будет маркером. Маркером, когда вы видите, что человек играет, что он играет на публику, что он снаружи, то вы понимаете, об экстрасенсорных способностях речь не идет. Это постановка. Далее. Когда мы идем вовнутрь, точка сборки перемещается у нас вовнутрь. Мы, как правило, переходим туда через наблюдателя. То есть мы начинаем наблюдать за собой. Мы отстраняемся от игры, начинаем за ней наблюдать. И в какой-то момент мы перемещаемся вовнутрь, в эти интровертивные состояния. И тогда для нас становится актуальным мир чувств. Мир чувствования, мир ощущений. И здесь у нас обостряется восприятие по всем пяти каналам, нашим основным доминирующим восприятия. И здесь же обостряются у нас сами чувства. Мы тонко как бы настраиваемся на самого себя, на свое собственное тело. Потому что кроме тела у нас в этом мире ничего больше не проявлено. Ну и, соответственно, когда мы настраиваемся на свое тело, мы его чувствуем, мы в нем проживаем. И мы способны почувствовать нечто внутри себя. И это нечто интерпретировать достаточно объективно на получение какой-то информации. И следующий этап, он называется развитие экстрасенсорной чувствительности, или сверхчувственного восприятия, когда мы учимся чувствовать. Так вот, смотрите, вот то видео, где я различаю черные и белые карты, это видео на тактильной чувствительности. Не более, я пальцами снимаю информацию. Только через чувствование цвета, через чувствование бумаги, через ощущение, когда мне приходит информация, что это карта белая или черная. Здесь, как таковой, интуиции нет. Здесь есть нормально натренированный тактильный канал и снятие информации по нему. С другой стороны, это все равно уже экстрасенсорная чувствительность, потому что обычный человек разницы черного-белого цвета пальцами не чувствует. Для этого надо потренироваться. И для того, чтобы почувствовать, надо войти вовнутрь себя, чтобы уже информацию брать внутри себя. Это уже интровертивное состояние, это уже экстрасенсорное состояние. И вот в этих состояниях достаточно уже серьезные режимы торможения мозга. Так что даже записать комментарий к видео после того, как дал, язык что-то говорит, а голова уже не отслеживает, что говорит язык полностью. И, соответственно, вот я вчера записывала ролик, комментарий, потом посмотрела и понимаю, что я даю неполную информацию. Сегодня я ее дам более структурированно, уже из других состояний, состояние уже частично на грани внешнего включения. Поэтому вот эти экстрасенсорные вещи на снятие информации внутри себя, они хороши, они тренируются. Сюда же можно добавлять кубики, сюда же можно добавлять карты. И все тренинги по интуиции лежат вот в этой области, которые сегодня имеются на рынке, которые вам предложат. Это все на снятии информации, включая тот же самый вьюинг, дистанционное видение и так далее. И неважно, по какому из каналов восприятия у вас эта информация будет заходить. По тактильному, по визуальному, по аудиальному. То есть вот эти будут доминировать, но у кого-то сработает вкус и запах. И все прекрасно. Вестибулярный аппарат потом добавится. Но это все находится в режиме, когда ваша точка сборки плавающая, находится в таком нестабильном состоянии внутри себя. Но главный механизм, который отличает магию от экстрасенсорики, еще не включен. Что относится к этому механизму? И к этому механизму относится вера. Вот, понимаете, не просто так религии так любят веру. И подменяют ее на веру, вынесенного вовне Бога. Потому что сам механизм психики веры, да, он просто дает феноменальные вещи. Когда ваша точка сборки зашла за него, да, когда он уже включился и начал работать, то ничего невозможного в этом мире нет. И вот там начинается моделирование реальности. И сегодня людей, которые могут продемонстрировать моделирование реальности вот так на широкую аудиторию, а чем отличаются вот эти состояния глубинные, когда уже эта вера включена? Помните, те, кто начинал взаимодействовать с Иисусом Христом, у них тоже все получалось. Он там Петра брал и водил за собой по воде. Почему? Потому что вот эти состояния, они присущи каждому человеку. И наши тела, когда мы вместе находимся рядом с человеком, они подстраиваются. И у людей тоже получается то же, что и у человека, который смог сместить туда свою точку сборки. А если он еще смог сделать эти состояния базовыми в своей жизни, то есть жить в этих состояниях практически постоянно, да, с редкими выходами из них, то это дает вообще просто феноменальные вещи. Таких людей в старину боялись. Их называли колдунами. В экстрасенсорике их называли магами огня. Там есть куча терминов, но, как правило, их боялись. Потому что понимали, стоило разозлить такого человека, и все, трындец. Потому что ты являешься субъектом его реальности. И он понимает, это люди глубоко осознанные, они понимают, что смерти как таковой нет. Есть инкарнация. Но какая разница, будешь ты играть здесь или здесь, не мешай играть. То есть вот эти подходы, они имеют место быть, когда человек переходит уже на этот уровень развития. Но на этом уровне развития еще находится и доминантным моментом будет являться отношение к миру, к людям, ко всему окружающему пространству, к любому атому материи, проявленной через любовь. То есть других состояний быть не может. Ты ее любишь, она тебя любит. Это базовое состояние. У них еще чуть повыше, у окружающих предметов состояния, у них все-таки радость, базовое состояние. Мы немного не всегда в это состояние входим, но это уже чуть выше любви по частотности. В любом случае, если вернуться к теме, следующий шаг, когда точка сборки переходит и включается механизм веры человека. Во что веры? В себя и в свои ресурсы. В то, что мир – продукт твоей психики. В то, что любая твоя мысль материальна. В то, что любой проявленный момент, вот здесь и сейчас, который ты формируешь как намерение, и у тебя тут же возникает образ достижения этого момента, он тут же проявляется в жизни. Вот это называется моделирование реальности. И вот следующий сюжет, который там был показан уже с электронным генератором, вот все, что касается работы с электронными генераторами, с картами-кубиками, с Владимиром Бесфамильным, это все моделирование реальности. Это моменты, когда вера у человека, механизм веры включен. А теперь смотрите, какие тренинги можно предложить на включение веры. Я просто знаю большинство программ, которые есть сегодня в России, в Белоруссии, в Прибалтике, на русскоязычном пространстве. Отсматриваю англоязычное пространство. Оно, скажем так, больше переваривает старые вещи, оборачивает их в новые упаковки. Но реально в зоне моделирования событий я не видела людей, серьезно работающих. Еще есть один человек вообще в мире, на которого я тоже обратила внимание, пока не буду называть фамилию, но все остальное как-то, 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 либо фокусы, либо удачное стечение обстоятельств. А вот прямое моделирование событий – это такое дело достаточно интересное. Это точка сборки уже, когда работает механизм веры. И человек так живет, это его базовое состояние. Чем прекрасно это состояние, чем прекрасна работа в них, в этих состояниях? В том, что это состояние комфортное, это состояние интервертивное внутреннее, это состояние силовое. То есть у тебя включен силовой ресурс внутренний. И действительно, все, что ты в голове формируешь, оно проявляется. Что важно в этих состояниях? Тренировать на уровне тренинга веру? Ну, я не знаю, невозможно. Можно убедить человека. Как убедить человека? Я понимала, какая сложная задача была поставлена перед Владимиром Бесфамильным, когда он ко мне приезжал. Потому что человека надо обложить со всех сторон так, чтобы он не рыпнулся, чтобы этот механизм включился. А у нас же у каждого куча своих тараканов, и каждый таракан пытается убежать и что-то оправдать. И что, как подошел Владимир? Вообще исключительно, грамотно. Он зашел с точки зрения науки, дал научную базу. Потом он зашел с точки зрения метафизики, включая религиозные взгляды, дал эту базу. А после этого своим примером повел и у человека, у которого раз получилось, два получилось, три получилось. Хочешь, не хочешь, а точка сборки уже уплыла. Он уже себе верит. И таким образом оставалось только эти состояния заикорить и запомнить в жизни. Конечно, даже якорь потом сохранить достаточно сложно, потому что это непривычное, пока непривычное для многих состояние. Но если у них это получилось и осталось в жизни, а что надо для того, чтобы получилось и осталось в жизни? Надо, чтобы у него моменты моделирования реальности были повседневными. Какие примеры? Мы ведь можем влиять не только на электронные генераторы кубики. И вообще это нафиг не надо. Мы можем влиять на событийный ряд. И вот здесь возникает тонкий момент. С одной стороны, надо, чтобы ты был заинтересован в результате, а с другой стороны, тебе не надо, чтобы у тебя была прямая зависимость от результата. Если у тебя вот эта тонкая грань, когда ты вроде у тебя есть интерес, и в то же самое время у тебя, потому что интерес, он же включает намерение, он включает силовой потенциал. А с другой стороны, как бы ты не зацеплен за результат, то есть проявится, не проявится, как будет, так будет. Ты оставляешь это на волю Бога. И вот в этих состояниях, тонкие такие калибровочные состояния, когда ты можешь закладывать проявление какого-то твоего запроса в жизни. И когда вот эти запросы, они и так в нашей жизни проявляются, когда мы их не осознаем. Вот вроде закинуло, оно распроявилось, и человек, о, 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 это случайность, это везение, это Бог послал там кусочек сыру. Но на самом деле, это все в нашем мозге происходит и так. А сделать это осознанно, целенаправленно, намеренно, да, это уже интересно, это уже делает игру другой. Игру под названием жизнь, оно превращает не просто в отбывание повинности какой-то здесь, на территории Бога, потому что я столько слышала вещей, когда говорят, жизнь это нас сюда в школу отправили, чтобы мы здесь отмучились в цепях рабских и так далее. Какой херни только они говорят в экстрасенсорных кругах. На самом деле, жизнь это игра, это драйв. И у тонкоматериальных вот этих вот иных миров, у них нету тела физического, у них нету вот этих эмоций, чувств. Поэтому они, очень многие стремятся залезть в наше физическое тело в виде подсадок и так далее, для того, чтобы, чтобы тоже поиграть. А нам уже дано это от Бога, ребята, почему мы не играем как люди. Вот. Поэтому вот это интересные моменты. И тренировки имеет смысл осуществлять именно на моделировании реальных жизненных событий. Ну вот сели вы, задали вы, вы там потратили много времени, чтобы найти там сапожки, да, или сумочку там. И вам не хочется ездить по магазинам. Сели, задали, описали, сами для себя цену поставили, что, как, а дальше раз и в жизни проявилось, получили. И вот это уже моделирование реальности. Вот такие вот моменты тренировочные, когда они срабатывают, что они делают? Они укрепляют вашу веру в себя. И тогда у вас каждый раз получается все лучше, лучше и лучше. Какие препятствия могут быть? Еще одно слово обмолвлюсь, наверное, последнее. В данной теме. Какие препятствия могут быть? Дело в том, что зачастую у нас поднимаются наши убеждения и программы, которые прошиты у нас в перинатальный период и в генетике. Мы их не осознаем. То есть для того, чтобы войти уже в эти состояния моделирования реальности, в любом случае у нас уже эмоциональный пласт, выключение, все это отработано. То есть спам у нас убран. Спам, когда мы кого-то обижались, не прощали и так далее, вот это все даже в экстрасенсорику войти мешает. То есть весь эмоциональный, как я говорю, эмоциональная вонь, я обиделась, я проманипулировала, я там то, я там то, где я, не я, она даже экстрасенсорную чувствительность блокирует. Но если вы уже прошли зону экстрасенсорной чувствительности, то, скорее всего, вот эти эмоциональные вещи, большая часть у вас отработана. Хочется верить в это, но, скорее всего, это так. И если у вас уже получилось от этого пласта избавиться, то следующий шаг, когда вы делаете вовнутрь себя, поднимаются более глубинные вещи, те, которые не осознаются, но те, которые прописаны где-то у нас в виде метельных меток, генетических кодов, в генетике где-то у нас отметки есть о них, точки. Вот их имеет смысл идентифицировать в момент, либо резонансный, когда вдруг поднимается сопротивление, протест, или хочется что-то сделать, или действие подменить, не хочется вот делать это, а хочется другое, вас куда-то выносит, говорят, несет человека. Когда возникают вот эти моменты, имеет смысл задать себе вопрос, что сейчас у меня поднимается, с чем мне сейчас проработать, после этого вернуться в точку, где была заложена эта информация с этой программой, из этой точки перейти в тот генетический опыт, который у вас был в роду, скорее всего. В этом генетическом опыте будет находиться сама травмирующая ситуация, как момент родовый, который передался информационно, но там же будет скрыт и энергетический ресурс. Вот этот ресурс имеет смысл забрать и встроить в свою жизнь, использовать его здесь. Вот звучит магия, да? Ну, вы же в магию идете, да? И вы таким образом забираете ресурсы своего рода, как минимум. А если еще взять и использовать ресурсы параллелей, потому что есть еще интересная тема параллельных реальностей, то ваш силовой потенциал увеличивается кратно. И вот этот силовой потенциал уже важен здесь. И он же убирает протестные реакции для того, чтобы двигаться дальше и иметь точку сборки в этом состоянии, как в базовом. Вот. И хотите вы того или не хотите, вот в этих состояниях уже надо признать, что ваше влияние в этом мире, да, в вашей реальности, в вашей реальности является доминирующим. И таким образом вся техническая база сводится к влияниям. Есть на чем помедитировать? Кто-то боится этого слова, да? На этом остановимся. Думаем. Продолжение позже. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.